Владимир Малышев в Фонде стратегической культуры за 26 сентября 2021 года. Климатическая афера глобалистов. Мы все стали жертвами антинаучного надувательства и пропаганды. 24 сентября почти в 100 странах мира прошел так называемый глобальный экологический протест, в котором участвовали сотни тысяч человек. Они требовали немедленно принять меры, чтобы замедлить разрушительные последствия изменений климата. Гардиан пишет, что люди вышли на улицы более чем в 1800 городах и населенных пунктах Европы, Африки, Северной и Южной Америки. В Берлине за два дня до выборов в Бундестаг в акции участвовало более 100 тысяч человек, перед которыми выступила вновь объявившаяся Грета Тунберг. Кто там спрашивал, куда она делась? Помните, одного голосования не хватит. Мы должны и впредь выходить на улицы, заявила Грета с листа, зачитавшая призывы к незамедлительному решению экологических проблем. Все это происходило за два дня до парламентских выборов в Германии. На акции в Берлине к шведской активистке присоединилась 25-летняя Луиза Нойбауэр, одна из лидеров движения ФРГ. Она обвинила немецких политиков в том, что те хотят сохранить уголь в качестве одного из источников энергии до 2038 года. Комментаторы расценили это как поддержку партии «Зеленых». Кандидат в канцлеры от «Зеленых» Анна-Лена Бербак намерена препятствовать поставкам газа по Северному потоку-2, если войдет новое правительство, и уже неоднократно пыталась провести в Бундестаге закон, который перекроет работу газопровода. Ну хорошо, газ перекроют, а отапливаться чем будут? Дрова где брать будут? Глобальный протест 24 сентября стал первым подобным мероприятием мирового масштаба. Его организовали в преддверии КОП-26 конференции ООН по изменению климата, которая должна состояться в Глазго с 31 октября по 12 ноября 2021 года. Недавно лидеры G7 договорились о выделении 100 миллиардов долларов в год в помощь бедным странам для борьбы с глобальным потеплением, а данные ООН показывают, что в следующем десятилетии объемы вредных выбросов вырастут на 16%. Действительно ли меру грозит климатическая катастрофа? Климатические колебания, охватывавшие несколько столетий, случались и раньше, в допромышленную эпоху, и не только. Человек был в них повинен. То же потепление на разные части планеты влияет по-разному. В Северной Евразии, например, где расположена Россия, расширяется зона, пригодная для ведения сельского хозяйства. И уже одно это благо. Так почему проблеме климата придан такой травматизм? С 2008 года Мерк переживает третью волну экономического кризиса, говорит руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Калташов. Деньги все сильнее концентрируются в финансовом секторе и интернете, а доходы промышленности и сферы услуг растут все медленнее. Люди, работающие в реальной экономике Запада, живут хуже, чем их деды и отцы в 1950-1960 годы. Правящим элитам важно сдержать недовольство. И переключение внимания общества на экологические проблемы отлично решает эту задачу. Людей убеждают, ваш враг не корпорации, ваш враг парниковой газы. Людям объясняют, вся проблема не в том, что продукция наших заводов стала слишком дорогой, и ее невыгодно покупать, а в том, что страны типа России и Китая выпускают более дешевый товар, используя грязные карбонные технологии. Доходит до абсурда. Всерьез обсуждается сокращение поголовья коров, выбрасывающих в атмосферу кишечные газы. «Мы все стали жертвами антинаучного надувательства и пропаганды. Это на руку тем, кто борется за внимание и финансирование. Тем, кто не хочет, чтобы развивающиеся страны когда-нибудь достигли индустриального успеха», считает заведующий лабораторией Института океанологии РАН профессор Сергей Гулев. Мир катастрофы глобального потепления родился вслед за мифом об озоновых дырах, якобы образующихся из-за газа фреон. В 1986 году американская компания «Дюпон», начавшая производство нового класса хладагентов, не содержащих хлора, развернул экологическую войну против конкурентов, применяющих фреон. В результате в 1987 году был подписан протокол об ограничении производства веществ, разрушающих озоновый слой, что привело к разорению многих компаний. В итоге «Дюпон» стала одним из монополистов на этом рынке, но озоновые дыры остались. Есть много доказательств ошибочности представлений о глобальном потеплении. Исследователи доказали, что уровень углекислого газа в атмосфере зависит от температуры, а не наоборот. И ответ на вопрос об этой взаимосвязи лежит в Мировом океане, который каждый год выбрасывает в атмосферу 80 гигатонн углекислого газа, тогда как человечество скромный 7 гигатонн. Тема влияния человека на глобальное потепление, возникшая еще в прошлом веке и зафиксированная в Киотском протоколе, была раскручена Альбертом Горан, тогда вице-президентом США, говорит доктор-геолога минералогических наук Александр Городницкий. В 2006 в свет вышли фильмы-книга под названием «Неудобная правда». Они рисовали апокалиптическую картину. Но если человечество не снизит выброс промышленного углерода в атмосферу, то в ближайшие годы растают льды в Арктике. Поднимется уровень Мирового океана. Утонут Лондон, Нью-Йорк, Токио. Начнутся мировые эпидемии, войны за пресную воду, массовая эмиграция из затопленных стран. Излишне говорить, что ничего такого не произошло. Жупел климатической катастрофы – это способ отвлечь внимание общества от угроз, которые влечут за собой всеобщий кризис мировой капиталистической системы, охватившей как центры системы, так и ее периферию. Общественное внимание переводится в другие плоскости, не менее глобальные, чем этот кризис. Всеобщая вакцинация и борьба с ковид-диссидентами, угроза климатической катастрофы, экологический протест решают носители экологического протеста и сугубо политические задачи. Оттого и бедная Грета появилась в Берлине за два дня до выборов в Бундестаг. Оттого и в России. Из 150 организаций и иностранных агентов, получающих финансирование из-за рубежа, пятая часть, по данным Министерства юстиции, относится к экологическим. Владимир Малышев. Климатическая афера глобалистов.